да слава богу слава иисусу христу аллилуйя аллилуйя да сегодня 14 апреля девятнадцатого года до псалом 77 читаю перед началом трансляции этой внимай народ мой закону моему преклоните ухо ваше к словам уст моих открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности что слышали мы и узнали и отцы наши рассказывали нам не скроем от детей их возвещая роду грядущему славу господа и силу его и чудеса его которые он сотворил он постановил устав в якове и положил закон в израиле который заповедал отцам нашим возвещать детям их чтобы знал грядущий род дети которые родятся и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на бога и не забывать дел божьих и хранить заповеди его и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному не устроенному сердцем и неверному богу духом своим да друзья вот начало 77 псалма я прочитал первые стихи возвещать то есть очень важно мы должны знать что бог совершал прежде передавать это детям своим и учиться на ошибках тоже должны обязательно чтобы не подражать одним словом в хорошем и не подражать в плохом и вот девятом стихе здесь говорится сыны ефремовы вооруженные стреляющие из луков обратились назад в день брани они не сохранили завета божия и отреклись ходить в законе его забыли дела его и чудеса которым и которые он явил им вот то есть библии на самом деле многие вещи открываются из жизни народа божьего не только хорошие не только положительные но и многие негативные для чего не чтобы мы судили не чтобы мы умничали говорили вот если бы мы жили во дне отцов наших если бы мы жили в те времена мы бы так не поступали мы бы поступали вот так и эдак нет 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 большого ума мы так можем мыслить вот хотя к этому всегда подталкивает нас вот такие размышления телевидение к этому подталкивает постоянно потому что когда смотрим там кинофильмы то глазами режиссеров мы сценаристов видим события кита исторические и она как бы непроизвольно появляется такая мысль вот я бы был бы вот с теми я бы был бы вот так я бы я бы сделал то-то и то-то но на самом деле оказываясь в то в тех ситуациях да а чеки на самом деле не знает где он будет языковой вообще и как он будет вот и жизнь показывает совсем иное как правило не фэнтези и вот а библия учит нас этому как раз размышлять вот не умничать размышлять иметь ум христов вот и на здесь о сынах ефремовых об их позоре рассказывается не для того чтобы мы судили а чтобы мы размышляли рассуждали сегодня сейчас о своем пути написано он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской семьи седьмого псалом читаю на поле цуан и тринадцатый стих разделил море провел их через него и поставил воды стеною и днем вел их облаком и а всю ночь светом огня рассек камень в пустыне и напоил их как из великой бездны и скалы извел потоки и воды потекли как реки дальше написано они продолжали грешить пред ним и раздражать всевышнего в пустыне искушали бога в сердце своем требуя пищи по душе своей и говорили против бога и сказали может ли бог приготовить трапезу в пустыне вот он ударил в камень и потекли воды и полились ручьи может ли он дать нам хлеб чтобы мы приготовлять чтобы может ли приготовлять мясо народу своему господь услышал и воспламенился гневом и огонь возгорелся на иакова и гнев воздвигнулся на израиля за то что не веровали в бога и не уповали на спасение его он повелел облакам свыше и отверст двери неба и одождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им хлеб ангельский ел человек послал он им пищу до ссытости вот спасибо тебе господь спасибо тебе тоже самогущий он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силу и своею и как пыль отождил на них мясо и как песок морской птиц пернатых и поверг их среди стана их около жилищ их и они ели и присытились и желаемое имя дал им но еще не прошла прихоть их еще пища была в зуб в устах их гнев божий пришел на них убил тучных их юношей израилевых низложил при всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его и погубил дни их в суете и лето их смятение когда он убивал их они искали его и обращались и с раннего утра прибегали к богу и вспоминали что бог их прибежище и бог всевышний избавитель их и листили ему устами своими и языком своим алгали пред ним сердце же их было неправо пред ним и они не были верны завету его но он милостивый прощал грех и не истреблял их многократно отвращал гнев свой и не возбуждал все ярости своей он помнил что они плоть дыхание которые уходят и не возвращается сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемый и снова искушали бога и оскорбляли святого израилева не помнила не помнили руки его дня когда он избавил их от угнетения не помнили руки его дня когда он избавил их от угнетения когда сотворил в египте знамения свои и чудеса свои на поле цуан и превратил реки их в потоки их в кровь их в кровь чтобы они не могли пить послал на них насекомых вот казни египетские да вспоминаются чтобы жалили их и жав чтобы губили их земные произрастений их отдал гусеницы и труд их саранче виноград их побил градом и сикоморы их льдом скот их придал граду и стада их молниям послал на них пламени гнева своего и негодование и ярость и бедствие посольство злых ангелов управлял стезю гневу своему не охранял душ души их от смерти и скот их на придавал моровой язве поразил всякого первенца в египте начатки сил в шатрах хамовых и поверил народ и повел народ свой как овец и вел их как стадо пустынь пустынею вел их безопасно и они не страшились а врагов их покрыло море и привел их в область святую свою на гору сию которую стяжала десница его прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им и колено израилевы постелил в шатрах их но они еще и скушали и огорчали бога всевышнего и уставов его не хрань не сохраняли отступали и изменяли как отцы их обращались назад как неверный лук огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его услышал бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на израиля отринул жилище в селоме скинию в которой обитал между между человеками и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое юношую юноша его поедал огонь и девицам его не пели брачных песен священники его падали от меча и вдовы его не плакали но как бы от сна воспрянул господь как бы исполин побежденный вином и поразил врагов его в тыл вечному сраму предал их и отверг шатер иосифов и колен ефремова не избрал а избрал колено иудина гору сион которую возлюбил и устроил как небо святилище свое и как землю утвердил его навек и избрал давида раба своего и взял его от дворов овчих и отдающих привел его пости народ свой иакова и наследие свое израиля и он пас их в чистоте сердце своего и руками мудрыми водил их аллилуйя аллилуйя вот 25 стихе этого 77 псалма говорится хлеб ангельский ел человек братья сестры доброе утро кто подключился да уже 6 утра уже уже седьмой час начало да значит привет всем с киева братья сестры благоставляю всех вас доброе утро всем благоставение господних вам вот я сейчас еще перед началом насчета трансляции начал читать 7 7 псалмом из псалтеря вот размышляя потому как сегодня уже 9 не сана вот время уже предпасхальное время уже до 14 сегодня 14 значит апреля 2019 года по гражданскому исчислению лет в библейском исчислении сегодня девятое число лунного календаря первого месяца который мы называем согласно библии да вот не сам или же а виф еще вот а виф это весна или же не сам еще шалом пастор сергий шалом народ божий шалом пишет и что же брат джуджи да джуджи короче как-то грикс короче да всем шалом всем привет огромный слава богу сегодня у нас утро первого дня недели рабочей недели до трудовой недели но это дни предпасхальные сегодня буду говорить об этом даст бог у нас в собрании вот потому что сегодня после трансляции сегодня я еду к нам на служение мы собираемся в первый день недели до собираемся воскресенье с утра насчет с 9 утра у нас арендное время с 9 до 12 тоже помолитесь чтобы здесь в киеве у нас было свое помещение вот или же полная полновременная аренда чтобы не почасовая чтобы мы не зависели вот аренды вот и второе чтобы было все-таки свое помещение значит да это очень важно для общины для церкви нашей сейчас вот и благоставляя всех вас во имя господне так что молитесь за киев за нашу киевскую архиепископию вот и в эти дни я здесь вот и по утрам в 6 утра подключаюсь а теперь и в 6 вечера тоже возобновил подключение потому что тема такая важная предпасхальная тема вот сегодня вечером буду продолжать сегодня вечером в завершение первого дня недели начало уже второго дня вот буду говорить потому что сегодня вечером мы уже встречаем 10 нисана 10 число а события 10 нисана напоминаю вчера вспоминались в субботу это вход еще называют господним в иерусалим да вот исторически это произошло 10 нисана вот как раз въезд иисуса в иерусалим торжественный вот и это был тот день когда агнцев брали в древности 3331 год тому назад я имею ввиду события и вводили их торжественно в свои дома значит все уверовавшие евреи и неевреи все кто поверили богу израиля все кто поверили моисею как пророку потому что хочу напомнить что такой малоизвестный ныне исторический факт что далеко не все евреи уверовали увы увы поэтому пасха песах это его нельзя назвать национальным праздником культурным праздником еврейского народа вещи нет пасха песох это праздник веры праздник веры и праздник верующих и это в первую очередь праздник самого господа праздник господень он как раз четко об этом говорят его праздник Вот праздники мои. Да, и Пасха, Песах, и Дни Опресночные, это все его праздники. Дамы и господа, братья и сестры, и те евреи, что поверили Моисею, пусть даже это и, может, не вмещалось у многих в разум, многим это, может быть, казалось противоречивым, как так? Бог повелел, Моисей передал повеление Бога, которое в человеческом понимании, в культурном, религиозном, национальном понимании есть нарушение шаббата, нарушение субботы. Напоминаю, что 3331 год тому назад 10-е Несана выпало на шаббат, на субботу. Вот, и в этом было, конечно же, очень серьезное искушение для народа Божьего. Вот, и испытания, испытания, вот, это не было нарушением субботы библейской, Божьей субботы, это было нарушением представлений человеческих о субботе, о шаббате вообще. То же самое, значит, да, было почти 2000 лет назад, в одни земной жизни Машиаха Христа, когда он вышел на проповедь Слова Божьего. Вот, также, порой, многим людям казалось, что Иисус нарушает, и его ученики нарушают, шаббат нарушают субботу. Но на самом деле, он, сын человеческий, есть вообще господин субботы, все для него и им создано вообще. Вот, и во имя его живется и существует, и он не нарушал субботу, наоборот, он как господин субботы, он показывал святость этого дня. Вот, и, конечно, удивительно, что в жизни Моисея тоже было такое, как бы, я думаю, и для него искушение, и испытание такое, испытанием правильно назвать, вот, и для всех евреев. Но, вот, согласно древнему еврейскому преданию, которое уже в 20 веке стало историческим фактом, треть всех евреев, проживавших в Египте, так и осталось в рабстве. Предпочли оставаться в Египте. Вот, не захотели быть свободными. Что послужило толчком? Один из вариантов, одно из возможных таких объяснений, как раз, вот, как бы нарушение субботы. Бог сказал Моисею, Моисей передал народу. Вот, но даже после всех предыдущих казней девяти египетских, знаете ли, то, что услышали люди, было культурным и национальным очень серьезным испытанием веры. Вот, и поводом к соблазну многим послужило тогда все это. Потому что 10-го Ниссана, когда Бог повелел Аганцев брать и водить в свои дома и привязывать, вот, это было в субботу, это был шаббат. Вот, а евреи, находясь больше 400 лет в рабстве, 430 лет, они, знаете ли, сохраняли сына Якова шаббат, субботу. И это было, скажу, и национальные самодификации, значит, да, и это было, наверное, единственное, что рабы смогли, слава Богу, смогли отстоять. Вот, единственное, что, вот, они были рабами, да, над ними издевались, но даже египетские насмотрщики прекрасно понимали. В субботу евреи не контуй. Никогда за 430 лет евреи в субботу палец за палец не ударили. Вот, значит, жили себе, отдыхали, и у них сохранялось все равно, поэтому сознание, островок свободы, в разуме каждого еврея все равно оставался островок свободы. Что, да, я раб, да, я 6 дней в неделю, я раб. Пошу на фараона, вот, за койко-место, за миску супа, то есть, за просто так, без платы, я раб. И надо мной издеваются, меня бьют надсмотрщики, да, меня насилуют, меня убивают, но наступает шаббат, пятница вечер, все, фараон, извини, ты фараон, я тебя уважаю, я твой раб, безусловно, но извини, дорогой, шаббат есть шаббат. Поэтому рабство рабством, но шаббат по расписанию. Вот, и для евреев, сынов Якова, конечно, это было, конечно, задолго до того, как все де юре заповеди были провозглашены, но все эти заповеди, они были писаны в сердцах человеческих, И сыны Якова сохраняли эти заповеди и о почитании родителей, и о том, чтобы не убивать, и о том, чтобы не красть, вот, и не лжесвидетельствовать, и не завидовать, и Бога только лишь почитать, и, значит, идолам не поклоняться. В общем-то, больше или меньше все эти заповеди народ сохранял, и, в частности, о шаббате. Хотя, я повторяю, что де юре, это еще не было записано, вот, но также бабки египетские, да, в Египте, еврейские, поветухи, гинекологи, да, врачи еврейские, Отказывались убивать младенцев мужского пола, вот, потому что боялись Бога, то есть, даже тогда, в одни рабства, они же тоже были рабынями, да, вот, эти поветухи, то они, значит, боялись Бога. То есть, это о многом говорит, что евреи сохраняли вот эту богобоязненность, в хорошем смысле этого слова, боязнь Бога, и сохраняли эту веру, сохраняли, несмотря на то, что оставались рабами фараона. Вот, и это, конечно, прекрасно, что даже в затухшем костре, как говорится, да, вот, даже залитом, казалось бы, уже костре, но тлели огоньки, вот эти вот, тлели угольки эти, тлели, вот эти островки свободы, знаете ли, в сознании, в подсознании рабов, казалось бы, да, но была свобода. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Боже Всемогущий, благодарю тебя, Аллилуйя. И вот, события 10-го Ниссана мы вспоминали вчера, во время Великой Субботы, каждую субботу с тех пор, с древних, незапамятных времен, каждую субботу, предпасхальную, мы с тех пор и называем Шаббат Агадоль, то есть, буквально, суббота, Великая Суббота, Великая Суббота, вспоминая те события, вот, и, однако же, хотя сохраняли память о том Шаббате, странном для евреев в Шаббате, но все равно, когда пришел Машиах, и все равно его осудили, все равно осудили невиновного совершенно, он не нарушал Шаббат Господний, Божий, субботу, он нарушал человеческие представления, и ученики его нарушали человеческие представления о Шаббате, но не сам Шаббат Божий. Вот, если бы он был бы нарушителем и согрешил бы Иисус хотя бы в чем-то, хотя бы в субботе, допустим, до нарушения субботнего дня святости, Божьего дня, то тогда бы он не имел морального права никакого говорить в завершение своего служения, что вот идет князь мир и сего, и во мне не имеет ничего. Тогда бы он вынужден был бы признать, что да, вот идет князь мир и сего, и он во мне нечто имеет, к сожалению, увы, я дал место дьяволу, вот, и теперь он меня разорвет на кресте. Но дело в том, что его жертва была совершенной, Иисус не согрешил, Иисус не согрешил, и он даже порой по лезвию бритвы ходил, будем договорить, порой он был на грани греха, будем договорить, он был вот-вот согрешающим, как бы, да, почти согрешающим, но не согрешающим. Вот, такие очень пограничные вещи, это когда он, допустим, там, и смоковницу проклял, допустим, тоже, как бы, это вещь такая очень пограничная такая, это по лезвию бритвы Иисус прошел, или взял бичи, допустим, и торговцев избил, значит, изгнал торговцев из храма, тоже вещь такая пограничная такая, знаете ли, вот, то есть, многие вещи, которые Иисус сделал, они были такими по лезвию бритвы хождением, знаете ли, но он не согрешил пред Господом, вот, и поэтому он имел полное моральное право заявить это во всеуслышание, что вот идет князь мира сего, дьявол идет, сатана идет, но во мне не имеет ничего. Да, он разорвет меня на кресте, да, он убьет меня на кресте, но он во мне не имеет ничего. И даже умирая на кресте, Иисус умирал, как, действительно, Сын Божий и Сын Человеческий. Умирал, как герой, он благоставлял своих убийц, прощал, вот, и ушел доблестно, и воскликнул, последние его слова были, совершилось. Хотя даже на кресте тоже были вещи пограничные, Эли, Эли, Ла Масса, Вахвани, знаменитые, вот это вот, да, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил, тоже вещь пограничная. Это не грех еще, но, как бы, это самая тонкая грань, еще буквально какие-то микроны, и уже грех. Но Иисус, даже воскликнув это, не согрешил, он страдал за нас, он страдал за каждого из нас. И в конце пути, в последний вздох его, он сказал, совершилось, совершилось. И мы понимаем, что, действительно, это была жертва, величайшая, величайшая жертва спасения, искупления. И свидетельство тому было однозначным, какое, завеса в храме разорвалась, завеса в храме разорвалась. Это было знаком для всех священнослужителей, и для всех иудеев, и для всех боящихся Бога с разных народов, что жертва, величайшая жертва свершилась. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благословен ты, Царь наш, благословен Господь, благословен Бог наш. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Аллилуйя. Иегова, Бог Авраам, Исаака Якова, Аллилуйя, Ава, Отче, Аллилуйя. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Спаситель, Целитель мой, Освободитель. Благодарю, О, Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, за все я благодарю, я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое. За победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю, Господа, за кровь святую, пролитую на Голгофском кресте, который искуплен я от суетной жизни, преданной нам от отцов. Благодарю Бога всемогущего за спасение, дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашим. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Агнец Божий, благодарю тебя, Утешитель, благодарю, благодарю Господь, слава тебе, слава и хвала Господь. Аллилуйя! Братья, сестры, и две тысячи лет назад, без малого, свершилось искупление рода Люцкагу, совершилось исцеление народов, совершилось, и два тысячелетия раскрывается это спасение, раскрывается это таинство искупления, Аллилуйя! В совершенной полноте оно раскроется, конечно же, в вечности, при втором пришествии Господа нашего Спасителя и в вечности уже. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь Царей, Господь Господствующих, Бог Богов! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, что тогда, 3331 год назад, Ты, Господь, поразил Египет, Боже, и Ты вывел рабов на свободу, Господь, и всех евреев, и неевреев, что уверовали в Тебя, послушались Моисея, как пророка Твоего. Ты спас, Господь, вывел из Египта, рукою крепкую, мышцу простертую, Господь, сильную Своей, вывел из Египта. Боже, и море не смогло нас остановить. Оно раступилось, и мы прошли, якопа суху, пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляемо. Аллилуйя! Аллилуйя! И в нашей православной традиции тоже поется как раз о исходе, поется о великом том чуде, многократно, в канонах, в песнопениях различных. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Бог наш. Аллилуйя! Аллилуйя! Благоставляю вас, братья и сестры. Сегодня, принимая причастие Евхаристию, хлебопреломление, рассуждаю о теле крови Христа и смерть Господню возвещаю, возвещаю всему миру эту радостную весть. Христос, Агнец Божий, заклан за нас. Христос, Агнец Божий, умер, чтобы мы жили. Он пролил свою кровушку за нас. В странах, во многих народах величают героев разных войн, пишут там, ничто не забыто, никто не забыт и прочее, прочее, возжигаются там огни, праздники, фейерверки, там еще вспоминают героев, там прочее, ходы всякие делают, прочее. Но все это ничто. Весь героизм, весь подвиг народов, весь подвиг наций, ничто в сравнении с подвигом всех подвигов, самым героическим героем во вселенной Иисусом Христом. И поэтому мы возвещаем смерть Господню. Кто-то хвалится героями земными, да, конечно, кому честь, тому честь, но вся честь нашему Господу, вся слава нашему Господу. Потому что Он один за всех, и все потому за одного. Один за всех, аллилуйя, пролил свою кровь. А Роман пишет, да, аминь и аминь, подяка и поклонение Господу нашему Иисусу Христу, аминь, аллилуйя. Он один, Иисус за всех пролил свою кровушку, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому с дерзновением великим возвещаем смерть Господа Иисуса Христа. Смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Он грядет, и не в безмолвии. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь Вселенный. Благословен Господь, благословен Бог наш. Аминь. Аллилуйя. Братья, сестры. Сегодня давайте совершим хлебопреломление, причастие. Возьмите себе хлебушка. Вот, какой есть у вас хлебушек, возьмите. Вот. У меня остатки есть вчерашнего фатира. Это восточный хлеб такой в татарской культуре, да, значит, там, узбекской культуре, в тюркской культуре, в тюркских народах. Выпекается хлеб, он выпекается обычным хлеб, квасным. Но есть хлеб, который печется пресным. Это вот фатир, называется фатир. Он здесь из разных слоев. Это пресное тесто. Вот. И буквально по-русски, как хлеб отца, отцовский хлеб. Вот. Но, или хлеб от отца, фатир. Но интересно, что я разговаривал со многими татарами. Я же сам татарин по матери своей. Разговаривал со многими татарами, вот, со старыми, с бабаями я разговаривал. Вот. Никто не знает толком, почему так называется этот хлеб. Разговаривал с другими тюрками тоже, с узбеками, там, значит, другими тюркскими народами. Был даже на нашей прародине. Потому что прародина тюркских народов, это как раз вот, там, на границе с Китаем, где это вот территория-то. Хакасия, Тыва, ну, Хакасия именно, Хакасия, непосредственно Хакасия. Красивейшее место вообще в Российской Федерации, одно из самых красивейших мест вообще. Я по России много путешествовал, но красивее Хакасия пока ничего не видел вообще. Вот. Хакасия, это, ну, и степная Хакасия, и горная Хакасия, она просто восхитительная. И это тоже, и моя прародина историческая. Моя первая прародина, это Израиль, вторая моя прародина, это вот как раз Хакасия получается. Потому что по матери я тюрк, да, значит, татарин, вот, по отцу еврей. Но самое главное, жительство наше всех людей на небесах. Так вот, о Хакасии скажу, вот, о прародине нашей татарской. Будучи, там есть даже памятники, мемориалы такие, всех тюркских народов, какие есть на земле. Туда приезжали делегаты, представители тюркских народов и поставили там памятные знаки, как своей исторической родине. Потому что исторически именно оттуда стало распространение тюркских народов. Легенда о знаменитой Белой Волчице, которая вскормила первых тюрков, значит, там, и, в общем-то, жизнь в степи и в горах там, значит, Хакасия. И это как раз вот исторически, оттуда все началось, история тюркских народов. И вот, значит, и там тоже пекут, там обычный хлеб выпекают всегда, вот, значит, ну, как в печах таких вот, как бы, значит, там, и всяких там этих ямах там тоже, значит. Но выпекают на праздники, если какой-то праздник там, допустим, там, не знаю, допустим, свадьба там какая-то, да. То пресный хлеб, тоже хлеб отца называется, хлеб от отца, значит, фатир. Значит, по-разному произносится в разных тюркских народах это слово, но оно всегда означает отцовский хлеб, буквально, или хлеб от отца. Вот, и тоже там я на нашей исторической прародине тоже спрашивал старых бабаев, спрашивал старых этих вот хакасов, тюрков. Вот, они не знают. Говорят, ну, мы не знаем. Говорят, что вот и был отец какой-то, видимо, да, дал нам хлеб, но я знаю, сегодня я знаю для всех тюрков, я хочу сказать для всех, значит, скажу татар, в первую очередь, конечно, и для всех тюрков скажу, что хлеб фатир, хлеб от отца, это почему он пресный выпекается, тоже никто не знает обычно, вот, из старых людей. Я знаю, почему, потому что я Библию читаю, Слово Божие читаю, потому что это воспоминание того, что хлеб нам Бог дал. Отец, Отец наш Бог, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. И сегодня принимаю это причастие Евхаристию, молясь за Израиль, молясь за всех евреев, за все и рассеянные колены Израиля, молясь за тюрков, молясь за татар, молясь за все народы нашей страдавшейся планеты, потому что Господь Иисус Христос, Он действительно, Иса Масих, Ишуа Маших, Джисус Крайст, миллионы и миллионы людей разных национальностей, разных религий, традиций, разных конфессий, с благоговением произносят Его святое имя. И первые ученики, апостолы Христа, они провозглашали это без боязни, но эту веру свою, как символ веры исповедовали, вот, и эту же веру апостольскую, христианскую веру мы исповедуем и по сей час. И в наш день, в наши дни, когда, как говорится, космические корабли там бороздят просторы Вселенной, вот, к сожалению, неудача была такая, вот, незадача 12 апреля, вот, прелунение не совершилось, да, наш первый еврейский луноход, к сожалению, разбился поверхность Луны, не получилось, но, что есть, то есть. Надеюсь, в следующий раз уже получится, уже. Вот, да, первый луноход, который разбился, его назвали, ну, по-русски бытие, в честь первой книги Библии, вот, но, вероятно, второй уже вариант уже будет уже называться Исход, потому что это уже вторая книга Библии, вот, и молюсь, чтобы уже вторая уже попытка была удачной-таки, вот, и, ну, нам, евреям, сам Бог велел, как говорится, осваивать все. Вселенную, вот, да и Бог, я верю, благоставит всю нашу истрадавшуюся планету этим, действительно, миром своим, шаломом своим, салям, салям по-татарски, шалом по-еврейски, по-русски просто мир, мир, но шалом и салям это не просто мир, как отсутствие войны, потому что в русском тоже мир можно по-разному использовать тоже. В шалом это, это, оно как ни используя, оно означает не только отсутствие войны, это означает мир с Богом, мир с Творцом, то же самое, салям, салям. То есть, означает именно единение с Творцом, единство с Аллахом, единство с Творцом Элогимом, единство с Создателем, шалом, салям. Вот, и Господь да благоставит нас в этом единстве с нашим Небесным Отцом, Еговой, Творцом Неба и Земли. Сегодня в начале я читал из Псалма, 77-й Псалом прочитал, перед началом еще трансляции сегодняшней. Вот, и весьма поучительный Псалом, и мы там читали о хлебе ангельском, да, вот, и это тоже воспоминание хлеба ангельского. И я благодарю Бога всемогущего сегодня, по старой доброй еврейской традиции, говорю, что благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Хлеб наш насущный, но также, как новозаветный верующий, я восклицаю, благословен Бог наш, давший нам хлеб с небес. Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, Иссу Масиха, Спасителя Господа нашего, который один за всех, за всех тюрков, за всех татар, за всех евреев, за все народы нашей и страдавшейся планеты, пролил свою кровь. Благословен Бог наш, благословен Господь, благословен Царь Великий, слава Тебе и хвала. Аминь. И молюсь, благодаря Бога за лозу земную и лозу небесную. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод виноградной лозы земной и давший нам Великий Виноградарь лозу небесную. Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, праведника Агнца Закланова. Тело Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Ешьте, пейте и смерть Господню возвещайте. Рассуждайте о теле крови Господа Иисуса Христа. Рассуждайте так, что телом Иисуса Христа ломим на кресте. Кровью Иисуса Христа я спасен навеки. Навеки. Я исцелен абсолютно. Я спасен навсегда, навсегда. Я прощен кровью Иисуса Христа и телом Его ломимом. Да, это свершилось 2000 лет назад, но это и сейчас, сегодня. Агнец от века закланный нам во временном измерении находящимся в этом прекрасном творении Бога, одно из творений Бога. Время это тоже одно из творений Всевышнего Бога. Не уразуметь до конца этой тайны, но Бог вечный. И потому я знаю наверняка, что тогда на кресте Голговском Он простил меня, всего человека. То, что было для меня, то, что есть, то, что будет, все, я прощен. Милостью Господней, благодатью Его Святой. Спасибо тебе, Господь. И вот, это есть удостоверение Его Святой любви к роду людскому. Тело Христа. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ешьте, пейте. На здоровье. Аминь. За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь. Смерть Господню возвещаю, Которой мы спасены. Бог во Христе примирил Собою мир, Не вменяя людям преступлений их, И дал нам слово примирения. Аминь. Шалом, Святой пишет, дети любви. Аминь. Мир Вам. Шалом. Салям. Дети любви. Аминь. Аминь. Благословен Бог наш. Благословен Господь. Царь Вселенной всей. Благодарю Тебя за спасение Твое. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю Тебя, милостивый Государь. Благодарю Тебя, Отец мой, Сущий на небесах. Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, На земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день. Прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, Избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Готовимся к Пасхе. Остается немного времени. Запасаемся мацой. Приготовляемся, свои сердца приготовляем к Пасхе. Вот, напоминаю, что 14-15 Несана в этом году Выпадают на 19-е и 20-е, значит, апреля. Вот, и благоставляю Украину, Благоставляю Киев, молюсь сегодня. Пусть здесь на берегах Днепра Славится имя Господа Иисуса Христа. Непрестанно. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, Миша Церковная Рада объявила пост молитву. Такую общую на 19-е апреля. Вот, но это будет Пасх, поэтому поститься не гоже нам 19-го числа. Я поэтому всех призываю пораньше чуть попаститься. Вот, перед Пасхом, получается, 18-го числа. Наша Церковь, мы присоединяемся к деяниям Межцерковной Рады, но при всем уважении к Межцерковной Раде, Рада Церковь – это Рада Церковь, Бог – это Бог. Бог выше, чем Рада Церковь. Вот, поэтому мы пораньше, перед Пасхом, до Пасхи, проведем этот пост за Украину, о выборах предстоящих. Вот, молюсь, конечно. Молюсь. Я сам гражданин России, хотя являюсь украинским епископом, священнослужителем, и очень переживаю, конечно, за Украину. Вот, и я, конечно, я не агитирую, там, ни за кого. Вот, значит, да, но мое предпочтение – это, конечно, вот, ныне действующий президент Петр Алексеевич. Я за него молюсь. Вот, и он мне симпатичен, очень-очень симпатичен. Вот, и, значит, я не переношу хамство, и поэтому я молюсь за него. Вот, и из тех кандидатов, что остались, вот я, мое такое предпочтение, такое, как человека, как христианина. Вот, и молюсь, но я знаю, что и в нашей церкви есть люди, которые из-за того, из-за другого кандидата отдают свои голоса. Я молюсь, знаете, о чем? И на пред такой молитве, перед вторым туром выборов в Украине, кто бы ни стал из двух кандидатов президентом, «Наш президент Машиах». Послушайте эту песню. Сейчас не буду включать ее уже, но я вот очень, мне она понравилась. Я был в Кривом Роге недавно. Вот, как раз и родом с Кривого Рога. Да, значит, как раз Мачете, Мачете. Так он называется. Наберите на Ютубе «Наш президент Машиах». Мачете поет. Вот, это прекрасно. Поэтому, кто бы ни был избран из земных людей президентом, наш президент, сам Машиах, сам Христос, сам Масих, по-татарски Масих. Пусть Господь Бог благословит всех вас, потому что, действительно, Его благословение, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Благоставляю вас благословением священническим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Так аббревиатура эта расшифровывается РПЦХС. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего, Иисуса Христа. С миром Божьим. Аллилуйя.